Вчера присутствовал сразу на двух вебинарах, на которые я вас призывал. Но я думаю, что не все были, не все послушались. И сейчас я попытаюсь кратенько суть тех вебинаров, на которых я побывал. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Первый вебинар, который был организован совместно с проектом The Bell, руководителем проекта Лизаветы Осетинской, известный видеоблогер. Она очень опытный журналист совместно с группой БКС. И второй был специальный, который организовал брокер-открытие. И они шли один за другим. Первый начинался в 12 часов, следующий в 13. Ну, соответственно, я до 13 был на первом, из них после 13 перешел на второй. Итак, кратенько, что было на этих вебинарах. Ну, сейчас на самом деле все обсуждают, естественно, коронавирус, что будет, какие стратегии выбирать, как будем выбираться из экономики. И мнения экспертов самые противоречивые, то есть предсказать ничего вообще нельзя. Ну, на первом вебинаре, как и ожидалось, в общем-то, осетинская, она в общем по всей экономике, включая там и политику и так далее. Основная мысль, которую высказал руководитель агентства ХОФ, и, в общем-то, по наблюдениям я с ним могу согласиться, что выживают те бизнесы, которые очень активно перестраиваются под новые условия. Какие это новые условия? Ну, смотрите, уже сейчас что происходит? Самоизоляция, людей не выпускают, социальная дистанция, вся розница закрыта. Кто из них выживет? Смотрите, а розница это еще и коммерческая недвижимость, которая сдает помещение в аренду. Вот эти вот все безумные торговые центры, торгово-развлекательные центры и так далее. Что они делают? Они говорят, а мы внедряем информационные технологии, мы внедряем дистанционное обслуживание клиентов. Все, вся торговля начинает очень активно работать на дистанционном обслуживании клиентов и доставка на дом. То есть, смотрите, ну, не все проигрывают от этого, кое-кто и выигрывает. Что говорят? Говорят, что после того, как страны постепенно начинают снимать ограничения, которые связаны в связи с коронавирусом, что происходит? А происходит следующее, что люди еще не быстро отходят, оказывается. И те страны, которые уже снимают ограничения, они наблюдают что? Что люди, в общем-то, не стремятся пойти погулять куда-то там по торговым центрам просто так. Потому что они, ну, уже научены и все-таки, так сказать, ну, процент людей с коронавирусом достаточно большой. Люди, в общем-то, так сказать, опасаются быть в скученных местах. И наоборот, через интернет услуги все больше и больше развиваются. И вывод был главный такой, что, в общем-то, так сказать, произойдет перераспределение компаний, перераспределение бизнесов. И те бизнесы, которые работают через онлайн, они, значит, будут иметь больший вес в экономике, чем те бизнесы, которые ориентированы на посещение людей. Второй вебинар, ну, как я и предполагал, он будет более конкретный от брокерского дома открытия. И он действительно таким был. Ну, что я могу сказать. Звук там был, честно говоря, не очень. Спикер был всего один. Тимур Нигматуллин. Насколько я понимаю, один из главных управляющих активами в открытии. Брокер, он управляет активами, то есть сумма активов, которые находятся вот, ну, под его управлением, примерно 2 миллиарда рублей. То есть люди, инвесторы доверяют его советам, люди, которые имеют очень большие активы. То есть это надо заслужить. И, ну, вот, к его мнению, наверное, можно прислушиваться, потому что люди ему доверяют. Миллионы, сотни миллионов. То есть это менеджер, который работает с очень крупными клиентами и который дает им советы. А почему крупные клиенты слушаются его советов? Потому что они, ну, наверное, хотят, чтобы деньги были в сохранности, прежде всего, и приумножались. И поэтому, если результаты его деятельности как раз ведут к этому, то, в общем, наверное, его стоит слушаться. Итак, значит, что сказал Нигматуллин? Вот, ну, первый слайд, на котором он очень долго остановился, о том, что, смотрите, сейчас мы находимся в эпоху, в периоде кризиса от коронавируса, и очень многое остановлено. И что сейчас происходит? Сейчас экономика остановлена, и, ну, фондовые рынки упали очень-очень сильно. И вот он приводит исследование Национального бюро экономических исследований США, результаты. И по результатам этого исследования он вот, ну, в одну табличку все введено здесь. Здесь они анализировали 1032 события с 17 века, которые происходили, и когда рынок снижался на 50% за 12-месячный период. То есть в течение года нападение рынка. Вот, и какие закономерности они обнаружили? Смотрите, если рынок снижался на какую-то небольшую величину, то есть снижение было не очень значительным, то есть в пределах 10-20% снижения рынка было, то очень высокая вероятность была того, что после того, как рынок восстановится, произойдет еще одно снижение. Долго достаточно говорил и анализировал все факторы, которые присутствуют. Он говорит, да, кризис, чем он отличается? Тем, что его невозможно предсказать. И никто не мог предсказать, но все основывались только на том, что, ну, пора просто кризису быть. А почему он будет, никто не знал, никто не мог предвидеть вот эту вот пандемию коронавируса и закрытие всего-всего-всего. Вот, но случилось то, что случилось. Но, что говорит Тимур? Он говорит, что до кризиса он все же рекомендовал людям не поддаваться эйфории, когда все росло, 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 росло. Вы помните, в течение прошлого года он говорит, слушайте, ребята, давайте увеличивать все-таки долю инвестиций в облигации. То есть вот он, за что он топил, это за облигации. И вот он привел слайд, я сделал скриншот успел, тех рекомендаций, которые он давал. Давал до того, как произошел кризис. Посмотрите, 50%, больше чем 50% он предлагал вкладывать в облигации в валюте. Ну, во-первых, он говорит, что надо инвестировать все-таки в основном в валюту, в основном в доллары, потому что доллар является более сильной валютой, чем рубль. Рубль зависит от нефти и от политики, поэтому рубли это здорово, конечно, но они зависят от политики, и поэтому все-таки надо в доллар, он более стабильный. Вот это первый тезис, второй тезис, что до кризиса, когда вот все росло, 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 он рекомендовал все-таки в более надежные активы вкладываться для того, чтобы не было мучительно больно потом. Поэтому вот структура актива, которую он предлагал своим крупнейшим инвесторам. И здесь мы видите, больше 50% это еврооблигации, которые дают гарантированную доходность в долларах, причем дальние еврооблигации. Он предлагал 27,8% в еврооблигации Газпрома с погашением в 2037 году, почему? Потому что они дают максимальную доходность, то есть мы знаем, что евробонды дают максимальную доходность с максимальными сроками погашения. Ну, это законно-то, естественно. И вторую часть точно такую же, 27,8%, он предлагал вкладывать в еврооблигации Россия-28, про которую я говорил, и которая у меня занимает, ну, в общем-то сказать, вы видели, 41% от моего портфеля на фондовом рынке Мосбиржи. Вот, Россия-28, ну, это вот уникальная самая облигация с погашением в 2028 году. Это то, что он предлагал до января месяца. Вот, дальше, Wells Fargo, это финансовая компания, Buyer AG, европейская компания, TUI, AG, это туристическая отрасль, Nokia, вы знаете, телефоны, медиасеть, MD Medical, медицинская компания, Schlumberger, это геолого-разведочная по нефти, значит, крупнейшая компания, Cisco Systems, компьютерная, компьютерные системы, Alexion Pharmaceuticals, она у меня, кстати, в портфеле есть, фармацевтическая компания, которая занимается разработками новых лекарств. BioMarine, это тоже инновационные технологии в... Ну, что-то там биология и медицина тоже. FedEx Corporation, Federal Express, соответственно, платежная система, насколько я понимаю. Anheuser-Bosch, это пиво. Carnival, насколько я помню, это... Компания, которая... А, стоп, это круизы. Круизы, конечно же. Так, Windmont Hotels and Resorts. Отели, сеть отелей. Enterprise Products Partners. Честно говоря, не очень знаю. Так, Boeing Company. Ну, мы все знаем, Boeing. Ну, прежде всего, самолеты, но не только. Вот, собственно говоря, структура портфеля, который он предлагал. Вот. Своим клиентам. Но, что он говорит, что... Когда кризис, вот, все грохнулось, и где-то вот в начале марта он стал обзыванию своих клиентов и предлагать уже переложиться и... Так. И перейти уже, закрыть все облигации и уже надо вкладываться в акции, потому что дальше пойдет V-образное восстановление и на этом можно заработать там 100% прибыли. И он с гордостью говорит, что вот клиенты, которые его послушались, у них уже портфель в плюсе. То есть, вот, несмотря на это падение, у них портфель в плюсе. То есть, падение было, да, понятно, что оно было, но вот в плюс ушли с гордостью, говорит он. И вот она структура портфеля, которую сейчас, вот, он рекомендует своим клиентам. Federal Express, который занимается как раз доставкой. Yelp, честно говоря, не знаю. Wells Fargo, тоже финансовая корпорация. Nokia, коммуникации. Schlumberger, это, опять же, крупнейшая разведочная компания. Anheuser-Bosch, большая доля, Carnival Corporation. Смотрите, Anheuser-Bosch, понятно, это пиво, значит, там, оно, менее всего подвержены эти штуки кризисам. Вот, Carnival Corporation, он говорит, падение было колоссальным. Ну, это компания, которая, ну, не так много долгов. Он анализирует, прежде всего, по фундаментальным показателям. И говорит, что компания будет восстанавливаться. И люди, которые отсидели в коронавирусе, все-таки, ну, с большой вероятностью, что будет, ну, восстановление этой компании. Cisco Systems, у меня она тоже есть и в портфеле. Pfizer, у меня больше всего доля в портфеле. Вот, он говорит, что будет восстанавливаться. Ну, и все эксперты в один голос говорят, что да, медицинские и фармацевтические компании будут восстанавливаться, потому что на это будет уделяться больше внимания. Компания Boeing, 5,7%. Вот, я все думаю, купить и не купить Boeing. Enterprise Products Partners, ну, по-прежнему, честно говоря, не знаю. Windhammer Hotels and Resorts, то есть отельный бизнес. CME Group, это биржа, Chicago Merchant Exchange, и деривативы Total или Total, не знаю, Total, судя по всему, все-таки. Вот, корпорация. И Biomarine Pharmaceuticals. Вот так. Вот структура компании, которую предлагает он сейчас. Ну, и вы понимаете, что он предлагает, опять же, ну, больше активов в американских долларах. Ну, портфель облигаций в рублях. То, что он предлагает, вот, какие активы подобраны и так далее. Что еще можно сказать? Был вопрос, значит, о том, куда деваться не совсем квалифицированному инвестору. Я задавал вопрос про структурные продукты, так сказать, хорошая идея или нет. В общем, сказать, там в чате даже дискуссия небольшая развернулась. Там говорили, что, блин, не лезь туда, в чем не разбираешься. Но на самом деле, вот, Тимур Нигматуллин сказал, что структурные продукты, которые подбираются брокерами, вот, специально для тех инвесторов, которые не очень хорошо разбираются, и эти структурные продукты очень хороши, как раз хорошо действуют в периоды падения. Потому что, да, они не дают очень бурного роста, то есть, они ограничивают рост. Но при этом они позволяют не потерять при падении. То есть, структурные продукты – это как, ну, подушка безопасности, как амортизатор, как бы, вот он так выразился, что они действуют как амортизатор. То есть, смотрите, при падении мы все равно получаем прибыль, но эта прибыль не максимальная, потому что при росте мы получаем фиксированную доходность, там, какую-то 10-20% годовых, а не 50 или 100, как растут акции. Поэтому, все-таки, вот он подтвердил, что я был прав о том, что я рекомендую людям структурные продукты. Но вот такое мнение просто, и все. Я не знаю, что советовать, но структурные продукты я по-прежнему считаю, я уверен, что это дело хорошее. От брокерского дома открытия, от БКС, там огромное количество структурных продуктов. Присмотритесь, пожалуйста, к ним. Если вы собираетесь, вот такой вот амортизационную подушку, которая не так сильно трясет. Это не для таких нервных, как, ну скажем, и для тех, кто не склонен к рискам. Такие инструменты подходят. Что еще я могу сказать? Вчера, ну я вообще в информационном потоке, так вот смотрю, читаю, там Гуриев говорит одно, значит, там он топит за то же самое, как, ну, за американский рынок. Да, еще что сказал Тимур Нигматуллин, говорит, вот цифры о безработице. Все пугают, говорят, цифры о безработице, она такая вот безумная, безумная, безумная. Но что это за цифры? Откуда берутся эти цифры по безработице, скажем, в США и в еврозоне? Это не совсем безработица, говорит он. И это количество пособий по безработице, initial jobless claims, то есть люди, которые, ну, грубо говоря, в отпуске за свой счет находятся, то есть они временно без работы, и правительство просто выплачивает им деньги вот в виде таких пособий по безработице. То есть обращаются, они тут же их получают. Что он говорит? Что эти цифры пособий по безработице, они как раз вот в связи с этим большие такие, потому что все предприятия закрыты, но правительства во всем мире предпринимают максимальные усилия для того, чтобы компании не закрылись. И поэтому они вот таким образом адресно помогают, ну, людям, чтобы не было социального взрыва, выжить и говорит, что во многих странах, ну, в Америке в частности, многие люди получают в период коронавируса даже больше, чем они получали, когда работали. Вот такой парадокс. Ну, в Европе тоже, во многих странах так же. Ну, в России, вы понимаете, сильное исключение. Вот. И с другой стороны, смотрите, почему рынок не упал так сильно и почему он не падает? Потому что, опять же, адресная помощь государства компаниям. Государство выкупает долги, буквально, компаний, буквально выкупает мусорные евробонды, так называемые. То есть, ну, долги компаний, которые погрязли в долгах. И поэтому, ну, для того, чтобы компании не позакрывались, вот массового не было банкротства. Поэтому, поэтому, говорит Тимур, восстановление будет достаточно бодреньким таким. В течение года ожидается восстановление. Ну, и дальнейший рост. Теперь дальше по поводу того, что вот этого безумного куе и раздачи денег необеспеченных. Ну, он говорит, что на самом деле параллели с экономическим спадом в 30-е годы не совсем уместны, потому что как раз в 30-е годы ФРС только-только формировалась, и там был золотой стандарт, и все было связано, вот весь кризис, в общем-то, был связан с золотым стандартом, и выход из кризиса как раз был за счет вертолетных денег, за счет отвязки от золотого стандарта, который тормозил развитие экономики. И все дальнейшее развитие экономики было основано на дешевых деньгах, на дешевом кредитовании. То есть, Центробанки печатали деньги и раздавали их компаниям, чтобы компании развивали бизнесы. И поэтому все компании развивались. Но, говорит он, сейчас золотого стандарта нет. В золото он, кстати, рекомендовал не вкладываться, потому что золото абсолютно бестолковый, как он сказал, продукт. Вот, можете соглашаться, можете нет. Напишите, кстати, вы согласны с этим или нет. Вот, но сейчас он говорит, что ФРС очень четко держит руку на пульсе, и что скачка инфляции не будет, как многие опасаются, что скачка инфляции не будет. И он прямо привел график, что все напечатанные деньги, они очень четко адсорбируются, и прямо вот так и будет. То есть, короче говоря, если только пойдут инфляционные какие-то явления, то ФРС жутко тут же среагирует и тут же повысит процентную ставку. Поэтому, говорит он, что повышенной инфляции не стоит ожидать. И более того, я уже слышал несколько мнений о том, что все может быть намного хуже. А что намного хуже, чем инфляция, может быть, это дефляция. То есть, люди перестают покупать, люди перестают потреблять и прижимают деньги, а вот тут уже кранты. Вот, поэтому сейчас Центробанки больше обеспокоены о том, что будет дефляция, чем о безумной инфляции. Вот такие рассуждения были. Очень интересный был вебинар. Мне прямо вот хочется еще раз пересмотреть. Я говорю, звук был не очень, но очень много полезной информации от брокера открытия было. спасибо огромное открытию. Вот, и спасибо огромное Нигматуллину за вот такой очень обстоятельный анализ. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, потому что, ну, у меня мнения, в общем сказать, ну, противоречивые. Вот, не знаю. Напишите. На сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было полезным. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok